что может быть самого страшного у туристов это остаться в чужой стране без билетов без отеля и конечно же без средств существования такое к сожалению уже на нашем опыте выпало да это было было пандемии у многих такие ситуации были как их решать что с этим делать как не попасть данную ситуацию обо всем этом мой подкаст меня зовут павел георгиев это видео блог онлайн тур агентство подкаст георгиев соответственно мы говорим на разные тематики для чего для того чтобы вы мои туристы и не только мои туристы до понимали как быть в той или иной ситуации получать полезные советы в общем все честно прозрачно как я люблю и как любите вы друзья итак давайте начнем разбираться в этом вопросе да кстати скажу что у меня будет серия подкастов они будут под общим скажем названием это зачем в принципе нужен тураген да и мы об этом во всем поговорим в этом подкасте на разные тематики соответственно это у нас первая тематика будут еще новые следующие тематики обо всем по порядку друзья все расскажу и вы узнаете действительно очень много полезной важной информации которые вам нужно знать потому что ранее я об этом рассказывал только туристам в телефонных своих разговорах да и как бы особо на общую публику не рассказывал так что давайте об этих страхах во всем поговорим я вам все расскажу и так в чем сам смысл наверно чтобы понять я вам расскажу несколько историй одну свою личную дам нескольких туристов да на опыте а моя история заключается в том что в далеком 2019 году когда наступила пандемия соответственно когда китай полностью стал то было моё основное направление понял что уже в принципе как бы мы ничего не сможем дальше двигаться пандемия она будет только разостаться но это как бы логично было я принял решение отправиться всей семьей в поисках нового контента для будущего естественно для будущего туризма на шри-ланку собрал всю свою семью вместе с нашей большой многодетной семьей мы отправились на шри-ланку мы купили билет соответственно в одну сторону летели там через стамбул мальдивы до шри-ланки прилетели заселились поездили по острову отсняли две недели классного интересного контента который сейчас удачно размещен на канале ему очень много людей пользуется многие посмотрели вдохновились и поняли что шри-ланка крутое место но суть не об этом и соответственно после как мы покатались естественно наступил локдаун как и наступило многих других странах мы посидели подумали что делать вроде все начинают выезжать вывозные рейсы последние рейсы и в общем так как у нас был билет в один конец естественно мы никакой вывозной рейс в общем-то и не попадали да то есть вариантов у нас много и не было но так как я опытные путешественник в общем и в принципе у меня уже были мысли такие что может что-то пойти не так да я как бы в принципе почти был был к этому готов что может что-то пойти не так ну и соответственно мы остались на шри-ланке всей своей семьей и конечно некие вывозные рейсы нам не светил мы остались и по итогу мы прожили на шланге практически три месяца и только потом когда уже составили новый там второй или по-моему третий раунд вывозных рейсов то спустя какое-то время не было сразу мы соответственно вернулись в россию домой так в чем суть я видел друзья этих людей которые кричали в истерике бились и не знали что им делать когда оставалось там буквально не помню там 20 какие-то числа были 25 марта и люди все паника у них шок они не понимают что делать у них конечно все внутри трясется и они просто за любые деньги готовы были вернуться и это как бы история как раз вот о том что может пойти что-то не так я вам сейчас еще расскажу еще одну историю и поясню в чем здесь есть нюансы главный соответственно это наша история мы остались и вот мы так прожили конечно были свои плюсы да но есть как говорится и минусы да здесь важно чтобы вы в эту ситуацию не попали и естественно вы как бы если к ней не были готовы вы конечно будете в полном шоке друзья ну вот и соответственно другая история когда у нас началось всего некоторые рейсы тоже поснимали некоторые направления по закрывались и например мои туристы застряли в некоторых странах например доминикане да и им пришлось пробыть там еще дополнительных две недели пока не состоялись новые увозные рейсы то же самое друзья касается ситуации когда у нас турция может быть то помнить двадцать первом году а закрылась на пандемию в апреле месяце и как раз тоже в этот момент был в турции в рабочей командировке слава богу мне дошла до конца но многих туристов многим туристам что обратно выезжать собираться там и так далее тоже ситуация неоднозначная они у нас такие ситуации периодически происходят я уже как говорится молчу о ситуациях когда у нас были падения туроператоров туроператор все закрылся и дальше что-то над этим делать так вот друзья это такая история которая я игру озвучил током своим туристам где-то делился рассказывал опытом но вот решил вам поделиться какая главная опасность кроется в поездках особенно в самостоятельных в путешествии когда вы купили билет в один конец или вы купили билеты соответственно возможно также в обе стороны или вы как-то так отправились да ну в общем на свой страх и риск в чем нюанс когда происходит вот такой друзья форс-мажор вас никто вывозить не будет если вы не под крылом туроператора это важный ключевой момент объясню в чем смысл смысл в том что туроператор по закону по 132 федеральному закону и сейчас как бы там еще новый федеральный закон да и электронная путевка общем здесь все наслаивается но суть остается в том что туроператор который имеет лицензию обязан вас при любых раскладов вы возить соответственно с того места где вы отдыхали и неважно что произошло и еще немаловажный момент если что-то произойдет шло вот как вот произошло с нами на шри-ланке мы же это все за свой счет дальше оплачивали жили и так далее но если турист находится в такой ситуации и вот я про туриста про доминикану говорил например как раз им туроператор в том числе продляет проживание за свой счет это очень важный момент я понимаю что сейчас у нас на дворе 24 год уже кажется все что могло произойти произошло но тем не менее этот момент не стоит забывать его нужно учитывать есть еще пару моментов я не сейчас расскажу тоже когда вы покупаете рейсы отдельно от отелей могут и снять полетную программу это еще будет не там еще до этого момента и тут тоже возникает вопрос что с этим делать об этом всем я как раз и проговариваю друзья то что если вы едете на отдых с туроператором ответственный за весь туристический пакет перелет отель трансфер страховку несет туроператор да для него друзья это конечно же убытки если такая ситуация происходит для него это убытки но закон обязывает выполнять эти правила вывозить туристов да и когда например даже в апреле то турция 21 закрылась никто не конечно же не хотел возить своих туристов потому что все хотели чтобы они отдохнули и спокойно заработать деньги но и продолжать зарабатывать но пришло такое время и пришлось вывозить и просто это по указке вы выводите и все выводит вот друзья этот момент хочу особо подчеркнуть потому что сейчас такое время опять наступает когда люди немного под расслабились до в каком-то смысле хорошим может быть или каком и снова а занялись многочисленными самостоятельными путешествиями но этот момент стоит учитывать сейчас нет задачи как говорится продавить историю что вот смотрите какие мы хорошие как у вас будет все страшно нет если вы супер опытный путешествие класс есть как бы там дополнительные бюджеты вы готовы на все возможные риски надо их просто взвешивать то есть риски где нужно взвешивать но если вы переживаете что вдруг что-то пойдет не так все равно сейчас ситуации всякие бывают нестабильные то вы имейте ввиду что вы со своим вопросом останетесь наедине приведу здесь пару неприятных моментов вывозные рейсы в пандемию когда были не знаю знаете это вы или нет это не бесплатная друзья история это огромные бешеные деньги были это было дороже чем любой другой рейс это было очень дорого друзья поверьте и тебе было некуда деваться если ты приехал к самостоятельно путешественник у тебя нет обратных билетов то вариант у тебя один покупай за столько сколько тебе сказали других вариантов тебя не это один момент второй момент когда мы говорим если вы остались в стране и вы с туроператором то вы в принципе чем рискуете только временем то есть не вовремя вернулись на работу можно позвонить но зато вы в принципе под крылом туроператор да они могут вас переселить какой-то отельчик попроще но вы не останетесь без того чего вы заказывали если у вас например был all inclusive но all inclusive и будет если у вас там был только отель отели будет и вас по-любому вы и тут паниковать даже не надо я просто видел паникующих туристов и в момент пандемии других ситуациях принципе то паники 0 бы как бы поднадежность а вот те кто едут сами еще раз подчеркну они в этом плане что рискует я очень рад буду тому чтобы у нас ничего больше не происходило такого но этот риски я хочу чтобы вы понимали вот еще один нюанс я говорил и не договорил по поводу отдельно покупки билетов и отдельно отелей тоже классная история мы сейчас сами даже как бы многим туристам это предлагаем да давайте здесь возьмем билеты здесь возьмем отдельно отель это хорошая история она бывает очень часто более экономная но здесь тоже есть один нюанс например у нас были такие ситуации к сожалению данных многих были купили билеты купили отель все прекрасно два дня до вылета рейсы сняли ну просто авиакомпания посчитала что не выгодно решила оптимизировать да и сняла рейс такое бывает сожалению да и что делать отель в штрафной зоне вы уже вернуть обменять не можете у вас варианта два либо купить новые билеты до предлагает быть переводчики это альтернативы это все принципе решаем но опять же если вы не самостоятельных купили да например вот мы покупали нам пошли на встречу там другие операторы да по авиабилетам нам предложили тронативные билеты и мы принципе там успевали забронировать но если вы самостоятельный путешественник вы скорее всего растираться можете да опять же там деньги вам вернут сто процентов но это будет не вот так не завтра там обычно 30 дней возврат вам придется либо покупать новые билеты чтобы не потерять эти дни они скорее всего за два дня будут дороже либо терять уже отель и в этом есть как бы тоже такой нюанс поэтому даже если вы бронируете самостоятельные поездки за короткий период вам уже деньги там не возвращаются сейчас можно сказать там есть да бесплатная отмена но это далеко друзья не везде не на всех отелях так что тоже есть такой один нюанс который тоже надо учитывать они просто не глядя делать иногда будет просто подвижки по времени и тут вы тоже можете это что-то по времени потерять но это плюс минус небольшая история но тем не менее вот эти моменты нужно все подчеркнуть поэтому имейте ввиду что когда вы едете как бы она не было как бы мы не хотели оторваться от всего и быть самостоятельным в случае нехороших негативных не спокойных ситуаций все-таки с оператором друзья надежно и этот момент я хочу особо подчеркнуть какие есть и конечно решение связь с этим как я говорил это конечно же когда вы это все взвесили это прийти туроператору турагентство таким как мы и полностью все проконсультироваться по крайне для этого понять как будет проще выгоднее лучше и только после этого уже принять окончательное решение соответственно забронирует тур лучше мы конечно призываем сюда бронировать пакетные туры даже если этот тур на регулярном рейсе лучше его взять в пакете у оператора это тоже будет их ответственность несмотря на то что там чартер не чартер-то не важно главное чтоб это было один пакет ответственность оператора есть они конечно тоже этим рискует но друзья здесь как нам многие говорят таков бизнес так что здесь есть определенные свои риски и соответственно они все их принимают на себя и понимают так что вот так друзья вот такая картина у нас выглядеть поэтому смотрите здесь как вам удобней но мы всегда рекомендуем эти все за и против вешивать так Так что вот так, друзья, поделился вам, надеюсь, полезной информацией, возможно, кого-то напугало, возможно, кого-то задуматься заставило, да, и в следующий раз вы уже подумайте, как лучше сделать, и здесь все самые те риски. При этом я здесь особо отмечу те люди, которые, конечно, там, как психи-одиночки готовы ехать куда угодно на край света, это одна ситуация, а другая ситуация, когда вы едете с семьей, с детьми, с родителями и так далее, это, конечно, совсем другая ситуация, и здесь, конечно, экономия на каких-то моментах, там дешевле купили, здесь дешевле купили, но сами она может вылезти боком вот в таких сложных, друзья, ситуациях. Так что имейте, друзья, в виду, у нас еще будет серия многих интересных подкастов, в следующем подкасте, друзья, я вам поделюсь очень интересной информацией на тему, на тему, как выбрать отель, локации и всякие другие нюансики. Есть о отеле тоже много таких интересных фишек, которые, конечно же, могут вас, конечно же, напугать, могут сделать вам неприятные ситуации, и об этом мы всем поговорим в следующем подкасте. Ну, в общем, друзья, все, что хотел сказал, так что услышимся, увидимся, с вами был Павел Георгиев, я всегда работаю для того, чтобы ваши ожидания от отдыха совпали с реальностью, и, конечно же, ваши путешествия были безопасны. Еще раз спасибо большое за это прослушивание подкаста, просмотр этого подкаста, и, конечно же, всегда буду рад быть вашим искренним другом-турагентом, так что пишите, обращайтесь, georgiev.travel наш сайт, там есть все туры, также вы можете написать мне напрямую в WhatsApp, ссылочки все вы знаете, можете просто написать в поиске georgiev.travel и найдете меня. Так что услышимся, увидимся, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok